Конечно, сегодняшние польские власти так одержимы русофобией, что, собственно, готовы на всё, даже заключить союз с чёртом и его бабушкой, только чтобы оставаться во власти этой своей русофобской страсти. Но в чём парадокс? А парадокс тут вот в чём. Что если следовать иезуитской логике господина министра обороны Польши Моцаревича, то первоначальным виновником Волынской визни будет вовсе не Советский Союз и его правоприемница Россия, а сама Польша. Почему? Потому что что имеется в виду польским руководством? Что после пакта Молотова-Риббентропа западные территории Украины, западные территории, которые были под Польшей, попали под юристикцию Советского Союза. На этих территориях в 43-м году, спустя 4 года, и произошла волынская резня, которая унесла жизни десятков тысяч поляков, сотен тысяч русских, русинов, евреев. Но они говорят именно о польском геноциде. Если руководствуются этой иезуитской логикой, то пакт Молотова-Риббентропа быть был вынужденной мерой, потому что Советский Союз проявлял инициативу договориться с Англией и Францией, но не договорился. Советский Союз пошел на договоренности с Германией, в силу того, что знал, что за год до того был Мюнхенский сговор. А Мюнхенский сговор привел к разделу Чехословакии. И Польша таки приняла интенсивное участие в процессе раздела Чехословакии, выставочек в Чехословакии ультиматум. Вместе с Германией участвовала в разделе судетов. Следовательно, вот откуда по этой иезуитской логике должны расти и ноги, и руки Волынской резни. И Польша сама, если Советский Союз виновен, то виновница и Польша. Но логика эта, конечно, иезуитская, по той простой причине, что никогда ни на каком суде, тем более в международном трибунале, рассматривается всегда вопрос о том, кто преступник, кто организатор преступления. Но не рассматриваются в качестве уголовно наказуемых условия, в которых это преступление возникло.